Всех приветствую себя на канале. У нас сегодня очередное видео, впрочем, как и очень многие видео на нашем канале, это ошибки ремонта в новострое. На примере видео будет очень наглядно видно, как делать не нужно. Видео будет очень полезно тем людям, которые собираются сделать ремонт у себя в новостройке. Не знают, как должно выглядеть хорошо, как должно выглядеть плохо Обратим внимание на основные ошибки И постараюсь людям донести, как нужно делать правильно И как делать не нужно Скорее всего, под видео будет много негативных комментариев От работников, от строителей, от ремонтников, отделочников, сантехников, электриков и так далее У меня уже есть видео на канале, где 550 тысяч просмотров 2000 комментариев, в основном негативные, зачем ты показываешь и так далее Ребята, люди должны знать, как должно быть и как не должно быть Пока люди не знают, чем отличается голимый ремонт от нормального ремонта Люди будут продолжать платить деньги за туфту Итак, поехали Начнем с утепленной лоджии Здесь у нас самый край квартиры Квартира однокомнатная И будем плавно продвигаться на кухню, комнату, кухню И самое интересное, это санузел Санузел у нас останется на конец Итак, первая ошибка Мы видим, что радиатор у нас вынесен на лоджию То есть лоджия будет теплая У нас средний этаж Сверху лоджия не застекленная Не факт, что она будет когда-то застекленная И первая ошибка Это недостаточная толщина доборного профиля Нормального утепления сделать в этом случае не получится Не получится сделать по причине того, что нужно подшить полистиролом Нужно подшить гипсокартоном и так далее Слишком маленькая допорная планка Нужно было по-нормальному сделать чуть меньше размера к нас И тогда в этом случае у нас бы влез бы более толстый слой утеплителя Следующая ошибка это использование однокамерного стеклопакета Видно у нас однокамерный стеклопакет На утепленной лоджии, где будет батарея Это в корне неправильно У нас северная сторона Северная сторона стеклопакет У нас имеет очень большую площадь Площадь 3 на 1,5 4,5 квадратных метра Поэтому теплый стеклопакет Будет очень даже кстати на теплой лоджии Тем более у нас стоит счетчик на квартиру Счетчик отопления на квартиру Поэтому лишние затраты не нужны Окно покупается один раз Экономите вы всю жизнь Если вы хотите использовать однокамерный стеклопакет В этот четырехкамерный профиль Можно было поставить увеличенной ширины Стеклопакет однокамерный 24-й, 24 мм Против 16 мм воздушного промежутка Окно было бы хотя бы лучше Утеплитель делался застройщиком Когда лоджия была не застекленная К примеру вот у нас видно Чтобы нормам отвечала квартира Нормам по иной разбережению Утеплялась вот эта вот внутренняя стена Эта стена являлась наружной фасадной стеной В случае теплой лоджии Когда находится радиатор Здесь окно настежь зимой В минус 20 открыто не будет Поэтому утеплитель нужно было убирать Можно было выиграть 10 см К ширине площади Плавно переходим на кухню У нас следующий момент Это промазка стыков плит Гипсовой шпаклевкой Стоит знать, что гипсовая шпаклевка Никоим образом не способствует Удержанию воды Если будет маленькая даже протечка Через гипсовую шпаклевку Это все дело протекает Правильно делать Хотя бы клеем для плитки Либо же цементным раствором Штукатурной смесью И далее гидроизоляцией промазать В этом случае вы от маленьких протечек можете уберечь свое жилье Ну и плавно переходим к электрике Электрик это всегда больная тема на просторах ютуба Смотрим и понимаем, что сделано не так В первую очередь это использование шнура Многожильного провода Многожильному проводу в электрике в принципе не место Нужно использовать моножильный провод Тот, который в черной изоляции не горит И так далее Здесь проводка использована мягким проводом Много очень шлейфовых соединений То есть один подходящий провод на розетке И шлейфом запитаны остальные Грубо говоря три розетки Не сильно правильно, но грубо говоря можно делать и так В крайнем случае, в случае экономии Видим работу электрика То есть электрику нужно было сдать свою работу Установлены розетки-выключатели на все стены Бывают случаи, когда электрику надо сдать свою работу Или розетки-выключатели устанавливаются прямо на голый кирпич Чтобы электрика была закончена Чтобы заказчик мог всунуть вилку, в грубо говоря чайник Что угодно, шуруповерт и оно работает Это в корне неверно Шейте проще таких электриков Видно как сделан терморегулятор на теплый пол Все точно так же в таком же духе установлено Никаких нету ни трубочек, теплого пола нету Видно маяки на стяжке Регулятор стоит Теперь нам надо этот регулятор демонтировать Отсоединять Проштрабливать трубки для датчика теплого пола Для подходящего провода Все соединять заново Следующая ошибка это использование Не подходящих друг другу элементов фурнитуры К примеру здесь у нас турецкий производитель Вико Бежевая бежевый цвет И ярко белый производитель Неизвестный производитель нету Можно было взять хотя бы сюда Шнайдер к примеру уника В одну рамочку вставить и выключатель И блок терморегулятора Это было все намного красивее Дисбаланс по цвету Дисбаланс по внешнему виду Просто невероятно некрасиво Работать будет, но невероятно некрасиво Следующая ошибка это отказ Это отказ от замены двери Дверь осталась от застройщика Можно увидеть дверь от застройщика Полмиллиметра толщина коробки Металлы Один замок Дверь что есть, дверь что нет Дверь от сквозняков Следующий момент это по советскому По совкому установка коробочек Видно что коробочки вроде бы стояли За подлецом с кирпичом Но установка вот таких вот крышечек Поверх Здесь, здесь Ну и впрочем как полностью по всей квартире Установка этих крышечек Подразумевает поклейку обоев И далее уже поклейку кружка обоев Это страшный колхоз Такого делать нельзя Следующий момент Телевизор Телевизор вот видно Я на какой высоте Розетки под телевизор Выведены на высоте метр восемьдесят Представьте высота телевизора Представьте насколько ему неудобно Будет смотреть вот отсюда С дивана Вот розетки выше чем центр стены Это в корне неверно Может быть это уже нравится человеку Но те кто Люди которые не знают на какой высоте Вешать телевизор Телевизор в идеале Должен быть напротив глаз Для максимальной цветопередачи Для максимального комфорта просмотра Загоняние телека под потолок Корни неверно Следующий момент Это стяжка По пыли Можно сделать уже вывод Что какая-то вот здесь Зарыта собака Что здесь что-то не то Итак Пыль это все Все что было внутри стяжки Но после того как здесь ходили люди Ходили ходили Стяжка превратилась в эту пыль В пыль стяжка превратилась По причине того Что цемент был Грубо говоря украденный Не завезенный на квартиру И так далее Стяжка песочная Вот у нас отвертка Ну вот так я могу сейчас Поцарапать Поцарапать И грубо говоря Доцарапаться До плиты перекрытия Вот видно уровень стяжки И так далее Если приложить правила Зазоры в сантиметр Стяжка очень сильно просела Просела она в первую очередь Из-за того что грубо говоря Заливалась жидкая Без пропорции Цемент с песком Грубо говоря 1 к 7 Скорее всего заливалась И так далее И в результате получился Просто насыпанный песок на пол Теперь после того как это все сделано Его довести дома Будет достаточно проблематично Так как пропитать грунтовкой Такой песок достаточно сложно Даже если 5 мм у нас получится пропитать И мы сделаем сильно Жидкую Сильно разведенную водой И грунтовку Чтобы она не получилась зеркалом Все равно 5 мм Это слой недостаточный Для хорошего сцепления На вот таких вот слабых стяжках Если приклеить плитку И через недельку Попробовать ее поддеть шпателем Она отрывается с пол сантиметра стяжкой То есть стяжка разрушается механически Клей остается на плитке И остается на участке стяжки И стяжка просто разрушается Под ламинат Еще более-менее под плитку Этот вариант совсем Можно так сказать хреновый Что касается проверки стены пола Проще все проверить с помощью двухметрового правила Поэтому новое правило Прикладываем к стене И видим что у нас получается В любую точку можно приложить Правило это самый лучший показатель Качества либо же плохого качества стен Перепады Не знаю видно или нет по правилу Перепады 2-3 миллиметра Как по наклону Так и по горизонтали Что касается пола Пола перепад уже пол сантиметра То есть пол надо будет в любом случае Доделывать Самогоравнивающаяся смесь Ровность стены потолка Очень критична Если у вас идет заполняющий К примеру свет по периметру Если у вас лежит ламинат То есть ламинат у вас Вроде бы лежит ровно Но проще всего Как показать На кривом поле На кривом полу Лежит как ламинат Вот Правило ровное Пол кривой Ламинат ровный Пол кривой Ламинат точно так же Прогинается Хрустит Ощущение Как будто вы идете по подушке То есть как будто Под ламинатом Простелены подушки Ламинат мягкий Вы идете И он под вами плавает Это самый Самый дерьмовый вариант В ремонте Когда кривой пол То есть вы всю жизнь Ходите по ламинату Который плавает Здесь пол будет исправляться Пол будет выводиться в ноль Пол будет хорошо промачиваться Грунтовкой максимально Чтобы он был максимально крепкий И все в результате будет чики-пики Итак переходим к санузлу Санузел самый интересный Ребята объясните мне Как заказчик может принимать Вот такое фуфло Дырка в 8 миллиметров Громадная дыра Вот это все по всей стене Это дыра маха идет Здесь, здесь Это так выставлен маяк Как на такое ложить плитку На такое ложить плитку Можно только на 12 шпатель Вот это уже Это не ошибки монтажа За такое нужно вообще руки отрывать За такую штукатурку Теперь Счесать ее достаточно сложно Итак двигаемся от стойка И далее Видно, что у нас труба частично углублена в пол Сюда здесь будет унитаз Умывальник Здесь будет стоять ванна Видно, как канализация идет за ванной Еще полбеды Это все не видно Но опять же таки Вот здесь в этой точке Будут упираться ножку Ножку под ванну Придется смещать ближе к центру ванны От этого будет падать устойчивость ванны Уменьшаться Насчет слива Насчет слива Уклон в принципе Уклон в принципе нормальный Даже под 45 градусов Тройник применен на умывальник Но Что можно было здесь Как можно было избежать Вот этих страшных коробов Которые теперь будут у нас Грубо говоря в этом санузле На всю жизнь Заказчик будет жить с этими коробами Всю жизнь Это очень некрасиво Этого можно было всего избежать Снизу под квартирой ремонт не сделанный Стояк можно было опускать Можно было у коменданта просить ключи Опускать крест ниже внутрь перекрытия И хотя бы 50 канашку Хотя бы половинку сотки Можно было прятать внутрь стены Мы видим здесь еще какая грубая ошибка У нас идет вывод У нас идет уголок Вроде бы на 10 см у нас стоит канашка Можно было короб сделать Вот так вот Но из-за вот этого выступа Короб придется делать аж вот до сюда Аж вот до сюда Если ничего не переделывать Нам придется ставить сюда угол 22 градуса По всей вероятности Либо же 67 и 22 градуса И выходить больше туда в стену Чтоб короб был как можно меньше Использование 32 выхода под умывальник Это крайне неправильно Так как очень быстро Забьется волосами И всяким мусором Забьется сифон Сифон с 32 выходом Достаточно мало производителей Это насколько мне известно Виего Еще какие-то хромированные Красивые сифоны Но большинство сифонов ведет С классическим 50 либо 40 выходом 32 канализация под умывальник Это грубая ошибка Это все ведет К быстрому засорению канализации Придется проливать крот Придется разбирать сифон Чистить, доставать волосы И так далее Следующий момент В следующий момент Вернемся еще раз к электрике Видно у нас умывальник Видно розетки Высота умывальника у нас получается вот здесь Даже если маленький будет выбран умывальник Розетки находятся практически в один уровень Розетка и выключатель Находится практически в один уровень Вместе с розетками Достаточно небезопасно Пусть обрызги воды могут попадать Теоретически на фурнитуру Правильнее было сделать Либо отнести чуть-чуть левее Либо же поднять чуть-чуть выше Следующий момент Вывод электричества под брак Вот мой рост Метр пятьдесят Метр пятьдесят Много цвета Вполне вероятно Что зеркало будет выше Зеркало должно быть Чуть-чуть выше человеческого роста Зеркало будет закачиваться здесь Вполне вероятно Что светильник будет стоять сверху зеркала Провод нужно было вводить На 20 сантиметров выше Теперь из-за провода Если вот так вот взять и положить плитку Придется отодвигать чуть-чуть зеркало Чтобы провод поднимался за зеркалом Что некрасиво С торца Вот отсюда Вот видно, что зеркало не приливает вплотную к стене И это достаточно некрасиво Следующий момент Вывод на бойлер Видно у нас Ну на камере будет видно или нет Видно очень сильный Разворот правого выхода вверх Под углом градусов 15 Вроде бы не сильно критично Можно натянуть Но полипропилен под натяжкой Не сильно хорошо, когда находится в стене Всю жизнь, чтобы находился Краник один будет торчать вверх Другой будет торчать чуть вниз Выглядеть это будет просто невероятно убого Следующий момент Вывод под налив воды Под стиралку Здесь у нас по канализации Вообще полный трэш Видно, как пытались вырезать кусочек под стиралку Так как в заводской нише стиралка не влазила Но логично и правильно было бы сделать этот вырез Тогда на всю длину И был бы ровный подрез Но такая воля По канализации 32 канашка выведена под стиралку Выведена сбоку Это тоже большая ошибка Здесь нужно будет переделывать Так как стиралку нельзя Стиралка физически сюда не влазит Либо же даже если влезет Если ее запихнуть в ноль Стиралка имеет достаточно большую вибрацию при отжиме То есть вибрация примерно полсантиметра Это будет или биться, или тереться и так далее Канашку придется внутри стены заштрабливать И выводить с тыльной части стиралки Насчет воды Вода у нас сделана с тыльной стороны стиральной машинки Это в корне неверно Так как краник нельзя закрыть В случае желания перекрыть воду Краник будет теоретически на 5 сантиметров торчать Придется отодвигать стиралку внутрь санузла Розетка точно так же Стиралку нельзя выдвинуть Нельзя выключить вилку из розетки Это тоже большая ошибка То есть правильнее было бы делать Вверху вот здесь на торце сбоку Можно было делать вывод под розетку Либо же вот здесь вот сбоку Электричество и вода Никаких проблем бы не было Ни с подключением, ни с перекрытием воды Следующий момент Смотрим внутрь трубы Труба у нас кинута 25 диаметра Куча муфт Раз муфта, два Скорее всего что-то не получалось Вот теоретически вот здесь бугор тоже муфта По мерилону Мерилон одетый через задницу Ну это ладно Стяжка будет заливаться Стяжка будет заливаться внутрь мерилона По холодной воде По холодной воде вообще одета какая-то Гофра может из остатков Неизвестно Нормальный утеплитель должен быть одетый По всей длине трубы Это не дань моды Это техника безопасности Чтобы нормальное было расширение Достаточно расширения было Полипропиленовой трубы При нагреве Температура воды может быть очень разная И для нормального расширения Труба должна свободно лежать в стяжке Внутри мерилона По трубе труба у нас использована Судя по этой коричневой полоске Это вавинокопластик Базальтовая труба С базальтовой вставкой Если это действительно так На горячую воду Что мы еще видим Мы видим Вот у нас идет горячая труба Вот холодная Идет 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 вверх Слева у нас холодная Справа горячая То есть здесь у нас имеет место быть Попутанные выводы Холодной и горячей воды То есть шланги будут включены Крест накрест на бойлер Ну это все Это все профессионализм сантехника Что касается кухонных выходов Видно как труба начинает идти Выходить с пола Внутри стены наполовину И заканчивает западлицо со стеной Правильно делать уже Либо же полностью трубу Всю утопленную стену Либо всю вытянутую Чтобы была возможность Поклеить сзади обои Либо же заштукатурить Либо же покрасить Каждый раз открывая кухню Вы будете видеть У себя в готовом ремонте Вот такое страшилище Сзади ничего нельзя будет сделать Вот так все и будет Насколько мастер был качественный На этой квартире Можно наблюдать Также по откосам дверной Во-первых откос на 3 сантиметра ниже То есть физически дверь не влезет Во-вторых профиль сделан Заподлицо С краем штукатурки На профиль намазано Примерно было миллиметра 3 шпаклевки Потому что не хотелось крутить С этой стороны гипс А может быть из-за того Что было сделано 2 цдшки Профиля скручены между собой 25 саморезом по дереву А не бложкой девяткой с буром Ну и так далее Вот такое вот качество было работ Вот такое низкое качество Было и работ И низкий был уровень мастеров Это дело уже особо исправлять Никто не будет Тут уберется гипс Дверь в принципе в ноль Подходит к проему Надеюсь что видео Хоть немножко помогло вам При выборе отделочников При понимании Как должен выглядеть ремонт Хорошего качества И как должен выглядеть ремонт Плохого качества Всем хороших ремонтов И до встречи Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok